Good day, dear children! Today we're gonna continue the theme Healthy and the unhealthy habits. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим тему Healthy and the unhealthy habits Здоровые и вредные привычки. Please open your books at page 88. Пожалуйста, откройте свои книги на странице 88. Today we're going to talk about modal verbs again. We will learn modal verbs such as May, have to, might, need to, ought to. Сегодня мы продолжим тему модальных глаголов. Мы сегодня познакомимся с такими модальными глаголами, как may, have to, might, need to и ought to. Итак, модальный глагол may. Он обозначает вероятность, разрешение, пожелание, разговор о прошлом. Например, she may be at home. Вероятно, она дома. You may go. Ты можешь идти. Мы помним, что в школе, когда мы заходили в класс, мы спрашивали у учителя, may I come in? Этот модальный глагол нам давно знаком. Могу ли я войти? May I come in? То есть мы просим разрешения. Пожелание. Если мы хотим сказать кому-либо, may your dreams come true, тогда мы говорим, пусть твои желания исполнятся. Следующий модальный глагол have to. Модальный глагол have to употребляется для выражения долга и необходимости. Переводится как быть вынужденным, быть должным, приходится что-либо сделать или же надо. Только отличие модального глагола have to в том, что в третьем лице он спрягается. Вы видите таблицу I have, he has, she has, it has. И следующий модальный глагол need to. Модальный глагол need to на русский язык переводится как нуждаться в чем-либо, иметь необходимость. Но также отдельно глагол need имеет смысловую форму. То есть мы его можем употребить как самостоятельный глагол. Например, I need an umbrella. Мне нужен зонт. А если в случае в качестве модального глагола I need to take an umbrella, мне нужно взять зонт. В этом случае, чтобы указать на необходимость какого-то действия, нам нужен need в качестве модального глагола, то есть need to, а потом уже основной глагол. И последний на сегодня модальный глагол ought to. С его помощью мы можем давать советы, делать предложения, а также говорить об обязанностях. То есть он имеет такую же функцию, как must, should, need. Но мы можем его употребить, когда говорим кому-то сделать что-то, потому что это самая лучшая разумная вещь. Например, our company ought to change our policy. Наша компания должна изменить политику. Значит, это самая разумная вещь. Также модальный глагол ought to мы употребляем, чтобы сделать предложение о том, что вы считаете хорошей идеей. Особенно это касается ситуации взаимоотношений между людьми. Например, I think that he ought to apologize to her. Я думаю, он должен извиниться перед ней. В данном предложении мы могли бы использовать should, must, что он должен, обязан, что ему необходимо. Но если мы здесь хотим выразить свою идею в том, что он должен извиниться, ought to – самое подходящее. Также модальный глагол ought to мы можем использовать, чтобы сказать, что кому-то следует сделать что-то или что-то должно случиться, потому что это морально, правильно и справедливо. Например, you ought to ask for your teacher's permission. Ты должен спросить разрешение у своего учителя. Если мы здесь употребим модальный глагол should, мы просто скажем ему, ну, тебе надо это сделать, ну, ты должен это сделать. А в данном случае мы выражаем свою точку зрения, что это справедливо. Употребляем модальный глагол ought to, когда должно что-то случиться, или это является вероятной правдой. Team ought to win. Команда должна победить. Now, dear children, let's watch short video about modal verbs. Давайте теперь посмотрим короткое видео о модальных глаголах. Have to. Используется, когда вы вынуждены и вам приходится что-то делать. Например, we have to wait in a queue. Мы вынуждены ждать в очереди. Такие уж обстоятельства нам приходится подождать. I have to study a lot. Я вынужден много учиться, мне нужно получить диплом. Я обязан это делать. He has to pay the bills. Ему приходится платить по счетам. Это его задача. Он вынужден. May. Объективная возможность. Или формальная просьба. I may visit London next year. Я, возможно, поеду в Лондон в следующем году. Возможно, это случится, а возможно и нет. He may forget about your birthday. Он может и забыть о твоем дне рождения. А может и нет. А теперь давайте посмотрим эти модальные глаголы в сравнении. Возьмем предложение. They meet in the bar. Они встречаются в баре. Никаких обстоятельств мы не знаем, поэтому все можно додумать самим. Давайте посмотрим это предложение с модальными глаголами, которые мы сегодня прошли. They can meet in the bar. Они могут встретиться в баре. They should meet in the bar. Им следует встретиться в баре, я советую. They must meet in the bar. Им просто необходимо встретиться в баре. They have to meet in the bar. Они вынуждены встретиться в баре, больше негде. They may meet in the bar. Они, возможно, встретятся в баре, а может и нет. Посмотрите, как модальные глаголы придают одному и тому же предложению различные значения. Возьмем еще одно предложение. I learn new words. Я учу новые слова. Итак, с глаголом can. I can learn new words. Я могу выучить новые слова. I should learn new words. Мне следует выучить новые слова. Мне посоветовали. I must learn new words. Я должен выучить новые слова. I have to learn new words. Мне приходится учить новые слова. I may learn new words. Я, возможно, выучу новые слова. А, возможно, пойду смотреть фильм. Я не знаю. Now, children, let's learn new words and the phrases. Давайте, ребята, теперь ознакомимся с новыми словами и фразами по теме. Please repeat after me. Повторяем за мной. Snooze. 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 Вздремнуть. Snooze. Вздремнуть. I want to snooze. Я хочу вздремнуть. Suffer from. Suffer from. Страдать от чего-либо. I suffer from insomnia. Я страдаю от бессонницы. Suffer from. Suffer from. Следующее слово. Sleep in. Sleep in. Это выражение означает спать больше обычного. Например, you ought to sleep in. Тебе следует. Это будет справедливо и правильно. Тебе побольше спать, чем обычно. Следующее слово. Повторяем. Switch off. Switch off. Выключить. И, соответственно, switch on. Включить. Switch off. Выключить. Switch on. Включить. Окей. Repeat after me. Tiredness. Tiredness. Усталость. I feel tiredness. Или же I feel terrible tiredness. Я чувствую ужасную усталость. Продолжаем дальше. Fool. Fool. Сытый. I am full. Я сытый. А как будет я голодный? I am hungry. I am full. Я сытый. I am hungry. Я голодный. Routine. Routine. Это рутина или же распорядок. Распорядок. My everyday routine. Мой распорядок. Stomach. Stomach. Букву C и H мы обычно читаем как Ч. Но в данном случае. Stomach. Stomach. Издаем звук К. Stomach. Желудок. Повторяем за мной. Familia. Familia. Привычный. On average. On average. В среднем. Lack. Lack of. Отсутствие чего-либо. Солушен. Солушен. Решение. Alarm. Alarm. Будильник. Now, dear children, please, play back the video and write down new words and phrases for today's lesson. А теперь, ребята, давайте откроем тетради, запишем сегодняшнюю дату и новые слова и фразы. Now, let's do exercise number two at page 88. Упражнение номер два. Прослушайте и прочитайте текст, найдите новые слова к уроку и выпишите. Now, let's read and translate together. Давайте будем читать и переводить вместе. You are having the best dream you've ever had. Тебе снится самый лучший сон из всех, которые снились когда-либо. Suddenly, the alarm goes off. Вдруг раздался звук будильника. No, нет. You reach out your arm and turn it off. Ты дотянулся своей рукой и выключил его. You just want to snooze for five more minutes. Ты просто хочешь вздремнуть еще на пять минут. Does this sound familiar? Не слышится ли это тебе знакомым? Well, you are not alone. Ну, ты в этом не один. Teenagers everywhere are trying to get just a little more sleep. Везде подростки пытаются поспать немного дольше. Ну, начнем с того, что подросткам нужно спать на час дольше, чем взрослым. Также подростки обычно чувствуют сонливость позже, чем взрослые. А утром проснуться от сна у них занимает дольше времени. В этом и есть причина, почему ты всегда хочешь подольше поспать. But can tiredness really hurt you? Но может ли усталость действительно тебе повредить? Unfortunately, it can. К сожалению, может. If you don't get enough sleep, you find it harder to concentrate at school and they might do worse in your exams. Если ты не будешь достаточно спать, тебе будет трудно концентрироваться в школе и ты можешь совершить худшее на своих экзаменах. You are also more likely to get ill or suffer from stress. В большей степени ты можешь заболеть или страдать от стресса. In addition, you will eat more unhealthy food to help you stay awake. К тому же ты будешь есть больше вредной еды, чтобы помочь себе якобы быть бодрым. Lack of sleep can affect everything. Недостаток сна может повлиять на всё. Luckily, there is a simple solution. К счастью, есть простое решение. Это больше и лучше спать с хорошей вечерней рутиной. Firstly, you must eat dinner early so you don't go to bed on a full stomach. Во-первых, ты должен поужинать рано, чтобы не ложиться спать на полный желудок. Then, about an hour before you go to bed, you should start doing something quiet and relaxing. Затем, примерно за час до того, как вы пойдёте спать, вы должны начать делать что-то тихое и расслабляющее. Отключите гаджеты, так как яркий свет от вашего смартфона или планшета может разбудить ваше тело. Наконец, ложитесь спать и вставайте в одно и то же время каждый день. Это поможет вашему телу найти правильное время для сна. Если вы будете следовать этим советам, чтобы больше спать, вы улучшите свои показатели в школе, оставаясь счастливыми и здоровыми. Так что, если вы хотите следовать своей мечте, убедитесь, догоните этот звук. Я надеюсь, что вы поняли текст. Если что, мы можем его всегда прочитать заново. Now, let's do exercise number three. Прочитайте предложение, скажите, какое из них правда, какое нет. То есть, true – это правда, false – это неправда. Сейчас вы можете остановить видео и выполнить упражнение в тетрадях. Упражнение номер семь на странице восемьдесят девять. Ставьте слова на соответствующие места. Что же это обозначает? Feel – чувствовать. Positive – позитив. Feel positive – чувствовать позитив. Fit – чувствовать себя подтянутым. Быть подтянутым. Sleep – соответственно, спать. Напишите, пожалуйста, данное упражнение у себя в тетрадях. Продолжаем упражнение номер семь. Ставьте слова на соответствующие места. Overweight. Слово состоит из двух слов. Over – означает за, больше. Weight – вес. В данном случае это перевес. Balanced – балансит. Данное слово стоит в прошедшем времени. Означает сбалансированный. Physical – физикал. Для спортсменов очень знакомое слово – физически. Выполняем упражнение в тетрадях. И напоследок ставим следующие слова на соответствующие места. Support – поддержка. Например, I want to support my team. Я хочу поддержать мою команду. Share – share. Во многих предложениях это слово обозначает поделиться картинкой, видео, музыкой. То есть поделиться. Stressed. Слово стоит в прошедшем времени. Используем, когда человек напряжен или чувствует стресс. Stressed. Выполняем упражнение в тетрадях. Итак, мы прочитали текст, выполнили упражнение. Давайте еще раз повторим наши новые слова и фразы. Snooze – вздремнуть. Повторяйте за мной. Snooze – вздремнуть. Suffer from. Suffer from. Страдать от чего-либо. Sleep in. Sleep in. Спать больше обычного. Switch off. Switch off. Выключить. Tiredness. Усталость. Tiredness. Fool. Fool. Сытый. Routine. Routine. Рутина. Stomach. Stomach. Желудок. Familia. Familia. Привычный. Обычный. On average. On average. В среднем. В среднем. Lack. Lack. Отсутствие. Solution. Solution. Решение. Alarm. Alarm. Будильник. Также мы узнали информацию о модальных глаголах. И чтобы улучшить и проверить наши знания о модальных глаголах, я прикрепляю к заданию ссылку, где с помощью игры вы можете проверить свои знания. Итак, домашнее задание. Изучить грамматический материал, выучить слова и проверить свои знания по модальным глаголам, пройдя по прикрепленной ссылке. The lesson is over. Goodbye.